что народ здорово всем опять у нас разломчик вроде как спустя уже сколько походов я наконец-то понял концепцию что и как строить уже на практике отработано сейчас покажу как раз последний 7 из 9 рифт остался будем дальше 80 пробовать а то я стопнул уже себе персонажа ну поехали заходим все у нас есть деньги есть в его есть и бабчик есть вот это наверное сейчас вызовем чтобы время там не тратить и поехали на самом деле не дали не давали бы халяву такую рыбы давно 80 бегом куда их деть непонятно мне там маг но что-то я сомневаюсь что мага как-то очень на харме быстро мана кончается наверно очень хорошая бить он нужен так ну что и мы седьмой бабах надо по максимуму потому что банки дают очень много так что покупайте бабчик то люди что зря что ли алхимику качаю баф реально очень много дает особенно даже который босса убить без на третьих банках как бы это так не баха видимость только баб уже на этой стадии надеюсь может быть у меня все таки апнется сегодня сашка то я уже третий день его аппы аппы по три раза она такая уже уже даже того не стоит поехали ставим яд вот если есть контроль у класса то нужно минимизировать точнее вообще не нужно башни молнии ставить потому что не зачастую контроль у персонажа более сильный чем у соответственно башен у нас опять будет не очень по ходу вообще встречать по-хорошему надо а я хожу туда я думаю это был на 12 пектр пошел со своим мячом при этом с двенадцатым а с двенадцатым вы наверно не видели потому что я когда прохожу меньше волн чем двадцать девять я даже не выкладываю потому что смотреть там не на что в общем я пробовал в общем я пробовал это самое двенадцатым мячом проходить с двенадцатым мячом как показала практика вот на имейле конкретно точка мяча она только для соло пвп парики к вообще не у него не ускоряет убийство даже если супер парики водить поэтому скиллы знайте скиллы тут гораздо более сильнее чем эквип точка это для мажоров и для пвп шаров кто хочет там на рейне нагибать это на самом деле для комфортной игры это уже роскошь нежели необходимость даже вот я поменял себе допустим сет огня на хайвике на землю точеную тот был на 6 земля на 6 да покомфортнее но я не могу сказать что это была необходимость возможно на более хайлевла мацо уже хватать не будет но на данном этапе 83 фиолетовые мобы в штабе кунды что ты с эксовым сетом что ты с эревским сетом а в пвп конечно сильно проще стало то есть вообще превратился в какого-то бессмертного особенно хиллом с шестым огнем ну не огнем а кошмарным строим дальше надо как вот строится башня так и грейдить нужно можно усилялки не ставить но усилялки ставить нужно потому что усилялки экономят конечное количество частиц эфира и без усилялок это расчет до 30 волны с усилялками это расчет уже на победу ну победа 50 волн 50 волн я думаю первый раз возьмут на 83 уровне на 4 ну соответственно тут еще от класса сильно зависит некоторые классы хочу хиллом от 80 завтра попробую запишу наверное как ну что куда как будет хиллом говорят хиллом и вообще там супер пупер и по поводу хиллов да называется мучайся на лоу левель или вайс игры а потом оказывается что ты на 80 уровне топ нагибатор мобцов это очень странно очень не как это называется в геймдеве не равномерное развитие персонажа так делать нельзя на самом деле это не очень хорошо я в орк превратился не хочу быть орком темным эрком быть осветлили меня тут отбелили на этот на этот охотно больше вы меня сверху не увидите хе 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 буду играть за свою титульную расу ставим на оборот не сильно важно надо чтоб стояла что у нас там за волна что-то у нас так много вообще должно хватить что-то я заболтался по ходу где-то недавно где-то у нас не построено ну хватает все равно у нас тут такой за первые 10 волн можно в принципе без башен проходить а гномом, снайпером можно и с хорошим шмором хотя я не знаю как он там дальше сама контент немножечко закрыт был на втором мбт что к сожалению как человеку который первый раз в его играет выше 50 уровня было печально потому что слишком много даже те кто играют не знаю того что ты можешь понять по-моему не потестить и самое что мне понравилось то что ты берешь саб если ты не играл не смотрел ты берешь кота в мешке я понимаю что на это можно заработать на ресабе но ты можешь еще раз кота в мешке взять когда у бт не работает и сказать такой да идите вы в жопу со своими сабами и вообще не очень это хорошо так не надо делать я так понимаю мне надо строить вообще-то наверное кстати а чё я давайте-ка мы увеличим количество земли наверное не хватает надеюсь кому-то это поможет я так полагаю рифт еще останется на юв в принципе на самом деле от класса соло когда ходишь зависит гораздо больше чем от расстановки башен рано заюзался пробежал впустую поэтому но вроде вот то что я сейчас вам постараюсь показать ну не вроде а на практике себя очень хорошо показывает к сожалению не могу вам показать страту на фул пачку значительно выгоднее ходить особенно если осиливать в таком же состоянии но для этого нужно хорошо скомбинировать пак то есть как минимум должны быть все точеные то есть восьмые пушки если будет один какой-то с восьмой пушкой господин в деф-билде то он у вас на дно потянет и лучше его убрать к сожалению потому что мобы очень деревянные танк себя тоже достаточно но именно эльфийский показывает хорошо сейчас я много говорю шестая волна идет получается что но у нас не совсем так как надо все так ну собственно все башни элэшные мы построили теперь нужно затыкивать у нас башни которые будут помогать убивать босса которого я наверное не убью кстати говоря а зачем мне башню земли так доставлен то есть я не планирую босса убивать я тогда хотя может быть получится я обычно с двенадцатым убиваю наверное надо немножечко сделать больше а у е урончика чем я делаю обычно я то все пытался пытался убить босса а мл он как бы босса не убивает очень хорошо хил босса убивает потому что он его в часики свои ставит и он просто стоит на месте достаточно долго а вот два эльфийских хила это вот то что должно быть в пачке обязательно когда ходишь и в принципе два эльфийских хила как вот мэднес с домашкой допустим они очень много вон проходили к сожалению я не смотрю на стримов потому что как некогда смотреть кто там еще я знаю тут есть ребята которые постоянно эти проекты стримят видосы показывают но я смотрел там у некоторых да но у них очень странный сетап вашим который называется если я сел на другой класс я как бы в жепе сразу я то пробовал на лбт практически всеми орками мы вдвоем ходили ну не практически а всеми всеми классами орков и там совершенно разные результаты показывали разные классы я думаю можно воду уже сделать она ну да она тормозит очень полезная вот гораздо полезнее чем земля земля полезная вот боюсь чтобы у меня не получилось так что не хватит немножечко урона из-за того что я сейчас землю ставлю землю ставить надо если вы хотите босса убить а я на самом деле не уверен что я с моим мечом его убью вот еще есть что вам хочу сказать то что персонаж носят все равно урона больше чем башни и пока не построена весь все три этажа персонажи гораздо более эффективно чем башни вы тоже может что-то додумаете сами вот допустим я да мл-ом бью по восемь целей да сейчас я вам дату на уешку вот раз и по шестьдесят тысяч а башни бьют по десять тысяч в четыре цели раз в три секунды да там дпм у них значительно выше но проблема в том что башни стреляют на этаже всего четыре раза это не третьего уровня третьего уровня они стреляют шесть раз по мобам исходить из этого может быть что-то сможете сделать более лучше ой это конечно крайне было неприятно прошу прощения недавно кушал прям ух ух не сдержался монтировать я конечно это все дело не буду и так как я играю достаточно много пока есть возможность монтировать ролики это я не знаю откуда люди берут столько времени играть но это надо либо чуть-чуть играть по три часа в день и монтировать еще эти три часа но внутри конечно может быть полтора часа все равно лучше да брать я бы может быть и стримил бы как я играю но я сейчас на таком ведре играю да еще и видеокарты все из магазинов даже в Москве пропали ведро себе не пересобрать нормально приходится дальше играть на ведре надеюсь из-за того что я как раз таки записываю на ноутбуке у которого нету видюхи и качество хоть какого-нибудь видео будет приемлемо до понимания концепции что тут надо делать и прошу конечно прощения за то что я там все видосы какие-то крайне обрывистые и отвратительные получаются ну как получается ребят получается и можно было бы конечно просто не описать да но хочется поделиться потому что гайдики писанина я вот пытался своим ребятам рассказать что как строить не представляете насколько это геморройно хотя и смотреть видео тоже продолжительностью целый час оставляет желать лучшего особенно когда он в порошном качестве но хочется помочь контент достаточно прикольный но я бы его доработал немножечко конечно времени нужно много но это вот кто ходит кто не ходит я бы увеличил хотя бы секунд на 15 время которое необходимо на снизу или или даже время бы столько можно оставить но обязательно на третьем этаже поставить портал наверх чтобы к мобам прямо телепортироваться некоторые классы которые не умеют телепортироваться там они просто не добегают к началу волны если конец волны прямо у портала еле-еле не заходящий туда магам очень сложно особенно в начале или они бегают медленно телепорт который разворачиваться надо а потом конечно магами проще значительно но нет ну возможно тут данжик по математике вообще рассчитан на 90 уровень но хочу вам как бы если смотрят кто из разработчиков сказать такую вещь до 90 уровня доживает единицы а контент должен быть рассчитан все-таки на начальную стадию игры первые две недели потому что за первые две недели если люди встречаются с сложностями то на третью неделю они просто не остаются а игра тут сделана так что мне понравилась очень монетизация потому что уже давно все не на добровольных основах делается что здесь монетизация идет в течение игры в отличие от фриша в линейке или монетизация заканчивается первые недели а потом просто пошли нахер и сервер уже сам ничего не получает и серверу в принципе игроки не нужны которые играют загибаются за месяц а тут уже второй месяц играю и играть нужно и дальше это прям для линейки и для человека который играл на оффе который в параш превратился в неиграбельную мне конечно это очень понравилось в другую рвр я конечно тоже когда-то давно играл но тогда было интереснее играть на оффе в рвр хотя рвр тоже был интересен в принципе вообще вот такого рвр как сделали из линейки я не знаю почему сами разработчики линейки так не сделали хотя там весь лор пропитан того что там все друг другу морды бьют каждый год а мир игры почему-то статичный получился вот здесь в принципе даже то что кстати я босса убиваю вниз 12 и ничего это очень хорошо сейчас он застанется надо бы там башеньки подставить или не надо тут башень мало там только две ну не успею не успею не успею не успею ты прям красавец молодец комсомолка спортсменка ну ой как там ладно а ну про я сказал мысль потерял мы уберёмся походу ну что хочу давай давай ускользнул да я тебе по роже скоро ускользну так так теперь у меня уже лям скотина так кстати ну что профилактический вот вот а что а что мы такие гуманные ну ладно не вышло профилактический протездон каких это проник то интересно нельзя по npc бить еще тут есть такая проблемка что ауешки они только в прямой плоскости работают и все свои цели задевают если на спуске бить ауешками они некоторые бьют в одного в двух мобов вместо шести восьми так что внимательно бейте в прямой плоскости лучше ауешки давать вот вот сейчас вот свиньи идут смотрите я лучше подожду и дам вот здесь ауешку тоже тоже как бы крив получилось надо внимательнее вот в принципе на этаже лучше все хорошо очень идет очень хорошо идет винки прям налегке разваливаются и свинки по-моему кончились ааа свинки кончились денюшки денюшки кстати окупаются если вы 20 вон проходите денюшки у вас окупаются ну если вы конечно не пытаетесь сяпнуть кристалл который не так какая-то неправильность если сашку все равно все окупается я бы воткнул там уже наверно поперли да ребятки только я помню на ноль должно быть но уже на автомате это все дело строю здесь как бы надо бы по концепции бафиться но на самом деле не особо это надо чуть попроще магам потому что можно вообще забить магов да маги кстати хорошо забущенные маги но мне что не понравилось как бы как то вот баланс в плане того что все хдд формят хорошо играть даггером хорошо играть начале лучником ужасно играть любой робой но при этом роба потом нагибает как-то надо поплавнее это все дело сделать в принципе я думаю достаточно было бы вернуть магам фарм как бы а не то что как бы как таргетный аппараш стреляешь это какой-то неправильный маг линейки маг это всегда был ауешный уничтожитель однокнопочный а тут получается что маг даже мобов уничтожить не может не знаю как бы это неправильно а получается контрить хддшников неким просто неким вот мы деремся но как-то нашей целой фулкой 7 человек дрались против двух хдд гномовских одного хила мы с ними дрались полчаса в общем-то потом мы просто свалили потому что ну мага нету и ты хдд убить не можешь а мага нету почему потому что как ты им играть то будешь где столько терпения я вообще удивляюсь что я хилом доиграл до 80 уровня было бы здесь и в мои года когда я в линейку играл я бы наверное через неделю бы уже сказал идите вы со своим хилом куда подальше просто как только увидели что ты нюкнул мобанюком сразу все как коршуны со всей карты на тебя летят а ты что можешь ты даже выжить не можешь да сейчас конечно меня никто убить не может но откуда мне это знать если я первый раз играю ниоткуда столько иметь терпения да конечно я понимаю играть пачкой все дела но не все играют пачками очень много людей больше половины играет в расе и соло но как бы ну как ты соло хилом будешь играть не брать хила это неправильно это вы так это так не работает ребята но я как бы рецензию потом оставлю много заметок есть не знаю конечно надо вам оно или нет как человек который больше десятка лет провел в линейке есть у меня мысли не только в линейке к сожалению что-то настолько масштабное и настолько социальное ну был арчейдж да похож похож был да похож арчейдж нет на свободу ставить надо эффективнее арчейдж он и есть но а там тоже разработчики решили что зачем нашим домохозяйкам геморрой в пвп ну просто убьем пвп ловите рыбку не знаю конечно что после этого там было наверное огороды огороды и рыбки но это не гоп-стоп паков а господа которые проверят насколько целесообразно я все построил мне вроде переживать не о чем но мне надо вспомнить на какой волне на какой мне тут не написано я свой листочек транклюкировал да на 17 или начинается на 17 волне 20 боссе все равно не убью надо больше пошел ее ставить вот что и что какой яд надо воткнуть так что-то у вас у вас как-то много проходит ребята мне это не нравится мне это не нравится нет куда вот 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 одну снег долларов не достроил смотрите какой результат тютелька в тютельку просто ужасно так ввиду того, что здесь стоит неправильно воткнутая башня. Немножко поменяем. О, неужели у нас появляются сады? Добеды. Добеды я вроде достроил. Давайте-ка на воду повтыкаем. Наверное, яд воткну. Не, наверное. Или если у вас, допустим, хилами идете, здесь лучше молнию воткнуть, потому что у хилов контроля нет, но его мало. А если у вас встанищий, рутающий или еще какой-нибудь, который вешает защиту от контроля класса, то лучше там ставьте яд вместо молнии. Молнией контроль дают на 2 секунды и зачастую у большинства классов более эффективный контроль с руки, а не с этой башней. Неужели я настолько превращился, что у меня уже прям не в тягости это все? Даже даже могу что-то поговорить. Надеюсь, что у вас там не лагает, это конечно вряд ли. Это конечно вряд ли. Процессор аж три функции сейчас выполняет. Да и HDD, наверное, у меня уже там, ладно, что это все про грустное. Давайте про не грустное. Видите, как мопсы не умирают. Все работает. Шестнадцатая волна, да. Я думаю, добавим сюда ядику. И мне надо... Наверное, я вот здесь усилял кладку. А, ну вообще не здесь, а прям везде надо выстыкать уже. Если много волн, ну не хотите больше тридцати волн пройти, ты крадите туда или лед, или яд, потому что усиление это на десятую волну. Точнее, она всегда начинает оправдывать, когда вы грейдите башни, то есть когда у них второго уровня, это уже больше. То есть вы можете эту башню долго не грейдить. Она, по сути, когда у вас вот эта вся закрыта секция на, соответственно, второй уровень башни, то считайте, что у вас там пять башен второго уровня, а не четыре. И вам экономия в 200 эфира получается, когда там усилялка стоит. Но усилялка не кидает эффект, поэтому если вам нужны эффекты замедления или стана, то она себя немножко не окупает. Там чисто урон, она дает урон. Экономный урон, который себя начинает оправдывать с 37 волны. До 37 волны усиление, оно себя не окупает. Так. 400. А бафаться за 900. Это получается у нас волна. 18-18. Еще башенки поставить. А смысл мне башенки ставить? Босса я никак не убую, он очень быстрый. Нужен таргетер, который... Ну, здесь, по сути, как? Нужны ауешеры и один очень сильный. Ну, желательно, вот, у эльфов это чамп. Потому что он в таргет бьет хорошо, еще и бати бафает. Танк тоже очень хорошо помогает, потому что он дает усиление, он дает руты, он сильно увеличивает ДПС общий. Цеполейка, конечно, не знаю. Какая-то цеполейка, мягко говоря, бесполезная у эльфов, со своей закрывашкой, которая убивает. Так, если у тебя хил не сильно точенный на силу хила. В общем, сложно все. Лучники тоже неплохие. Правда, вот именно у орков лучник здесь самая параша. К сожалению. Ну, еще, правда, хдд там без билда в своей мейн-шмоте. Ладенько себя показывает. Костолом себя тоже здесь. Не так сильно, как другие хдд, других раз показывает. Да, нажимать ничего не надо, но и толку тоже не так много. Я думаю, на всякий случай можно два сэкономить. Я-то исправлюсь с гермобафом, скажем так. Что-то я бегаю. Чуть, мне кажется, мне не хватает из бафов. Или я привык просто на хиле. У меня там еще парочка бафчиков. А тут у меня вопрос такой. А, хотя карты... Лучше, чем на тридцать одну волну я не рассчитываю. Это надо 80-ой плюс скиллы. Волынь особо тоже много не изменит эмашний. Ой, эти ребята любят далеко заходить. Вот сейчас я дал ОУЕшку, как последнее дно в одного моба. Считайте 15 секунд, я б всрал. Так делать не надо. Это... Ошибку. Вот так вот. Раз, по 60к. Раз. Кстати, на дебафы они прокинулись. Прокинулись. Еще я, конечно, так и не понял, что там, как соску заряжать у этого класса. Там вроде какая-то хитрожопость есть. Типа надо добить, тогда соска зарядится. Но мне как-то уже не в кайф такими киберспортивными штуками заниматься. У меня был топор, как у Костолома. Бейла Майк Руши. Я за ШК слишком долго играл, у которого слишком много кнопок. Особенно гораздо больше, чем сейчас. У трех кнопочных икончиков. Хотя я не знаю, что там. Но совсем-совсем. Последние версии, которые на линейку. Вот это только внешне похоже. Ну, кому-то нравится. А я люблю, чтобы вот ты играешь в игру. И она... Ты играешь в ту игру, в которую ты пришел играть. А не так, что... Тебе говорят, а вот мы вверх ногами все перевернем. И играем в говно, которое уже на то, что тебе когда-то понравилось. Совершенно не похоже на то, что тебе тогда понравилось. Так, и вот немножко с бабчиком, конечно, мне не нравится, что... Сейчас я его искать буду 300 лет. Ай, где-то... Чем-то такой не выделяющийся в инвентаре. Даже тебе купил. Ай, это плохо. Уже время немного прошло. Я еще тут с вами разговариваю. Вот где... А, вот ты... Хорошо. 60 тысяч урон. Что-то маловато. Должно хватать. А, еще что тут вот странное. Почему пушки как бы атак спит? Почему вот только в посохе увеличение косвенного дамага критический урон? Почему 2 критический урон бы не сделать? Это из-за того, что лучники как бы вначале прокачивают бежу. Им проще. Им физ атаку... Этот, как это называется... Крит урон прокачал и уже убиваешь. А магу надо шанс крита прокачать. Надо прокачать мано реген. Надо прокачать маг атаку и крит магический дамаг. И ты как бы на этом... На стадии, на которую уже пол сервера ливнула, Ну ты уже боеспособен. Что бы вот не сделать как бы... Сашке и физикам, чтобы они в говно не превращались на последней стадии. Не атак спит бесполезный, а крит урон. Косвенно урон увеличивающий там... Ну не хдд допустим, а лучнику хотя бы. Зачем им шанс крита? Что за имба на даггере, который стреляет больше чем лучник? Так не должно быть. Должен стрелять лучник. Как маг как минимум. Под последнюю стадию по урону. А он так не стреляет. Так. Что-то я запиздился. Аааа... Воды не надо. Надо яд добавлять. Пока архитектурой займусь. Там вообще все построено. Пустимся вниз. Построим. Этого босса я не убиваю. Хотя это ачивка. Но я его хилом убью. Наверное. Хилом мне как-то... Некомфортненько здесь. Некомфортненько. Так. Так. Ага. Вот он не достроен. А здесь что? Здесь в принципе вообще все построено. Да? Нет столько воды. Вот он уже пролетел. И что? Вот его надо с руки бить. А у меня глаз какие-нибудь бьющий. По лицу не дающий. Ну все. И теперь остается в той же последовательности. Воды только добавить везде. В той же последовательности что я строил. Башни улучшать. Последовательно. Все сначала до первого, точнее второго уровня. Потом до третьего уровня. Но усиливающие башни. Усиливать в конце. Ну собственно как построено, так и улучшено. Только в той же самой последовательности. Никак иначе. Ну еще надо оставлять там. Посчитать. Рассказывать я вам не буду. Сами посчитайте. Сколько вам надо оставлять эфира. Чтобы на каждую девятую волну бафиться. Последним бафом на 1600. На 900 еще прокатит. на 20 волну набит 19. Но возженную волну. Но, на 29 волну не прокатит. Уже. Так. Целую минутку у меня есть. Минутка, утка, утка. водицу 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 вот здесь водицу воскнем вода очень хорошо стопает но он не все волны наступает некоторые неизвимы к воде ну что господин говнарь ты мне дашь оса нормальная иди в жепу шестой шестой нет это уже восьмой провал скотина 8 на 2 он 600 ну такое себе удачный буратино в игре у тебя все хорошо с мешковки кстати вот эти вот мешочки я до соточки добью и запилю видосик чего из них выпадет не люблю на самом деле вот это поощрение лугомании где у тебя дроп целый падает не с моба а ты его тыкаешь и тебе дуля там выпадает а кому-то чпок но мне-то самому пушка в принципе с первого мешка иногда выпадало правда мечи гребаные одноручные которые здесь вообще никому не всрались кроме каких-то извращенцев которые потом забивают к концу ну в плане того что чемпион там у эльфов тех же самых их было много в начале класс очень полезный нужный а потом чемпионы все в эмэл превратились почему потому что тащит тот кто больше фармит или больше донатит а фармить тут только эмэлы можно это неправильно это неправильно так мы тут заговорились да вот есть такая проблема которая называется башни грейдится не моментально а 10 секунд и когда они грейдятся они не дамажит это тоже крайне отвратительный момент потому что волна идет через очень короткое время и ты добежать до башен которые надо в первую очередь грядить тупо не можешь не можешь никем да когда пачкаю тебя один строитель но строитель если вдвоем должен тоже дамажить когда втроем уже может строитель быть бесполезным беспонтовым не одетым классом и бегать он даже строить успевать пока это не успеет но так можно но это надо улучшать чтобы прям прям конфетка была за конфетку всегда будут платить вот вот же сюда платный вот если бы меня так жопа не горела я бы каждый день сюда ходил потому что я очень-очень люблю tower defense еще со времен первого старкрафта не сильно вот это вот данжик нравится но у меня от него жопа горит особенно у меня от него в начале горела жопа потому что ты не знаешь как построить башни если ты сделал ошибку ты блять нихуя не получаешь с него потому что надо как минимум 20 волн пройти чтобы что-то получить а не бебру орковскую окно вот я вот я добегаю и мне не хватает двух секунд еще кстати вот эти вот улучшить башенку было бы замечательно если бы они были бы сверху а не после текста вот вот я не могу мне получается я не успел улучшить надо одна башня не улучшить это конечно не критично еще и тупанул в два раза причем тупанул хорошо дало так очень времени мало времени так ковбои револьвер надо за секунду доставать и все делать секунду в секунду как на турнире в старкрафте еще и не только строить и могу убить сюда очень похоже правда деньги не платят за победу да и тогда в принципе не платили только вот последнее время платить стали когда уже все кто играть это умеет уже давно не хочет это играть а детишкам подавай всякие говно доты ой сейчас наверно фанаты дот это как как обозляться ну ладно дот хорошая игра если там комьюнити очень своеобразная по крайней мере она хорошая была когда это был warcraft вот такую дотку я играл так недолго что мне надо какая-то волна это волна 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 под названием вот здесь башню улучшай а тут где башня не улучшится замедление кстати уровень замедления увеличивает силу замедления я вот думаю что наверное мне водицу надо улучшить раз уж я на здесь от скорости вашего бега сильно будет зависеть что и где как строить в идеале конечно на первом этаже все строить рядом с тем местом где мобы вылезают наверно сверху шилин лежит и бесконечно плодит своих детишек правда тут у нас не лор линейки но что-то мне такая аналогия голову вдарила когда мод на линейку больше чем линейка на линейку похож по вору а так так а че то вы как то с вас слишком большим количеством хп господа туда помните я вами не доволен категорически какого хера ну-ка всем всем помереть че с дела что это такое куда это мы проходим кто разрешал кто разрешал ну-ка всем сдохнуть 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 я сказал суки так тут не хата этого и урона ну ладно понятно больше замедла сделаем надо наверно в первую очередь замедло прогрейдить в принципе сколько там 10 на ноль а прошло а да фула вовки не все четыре штуки прошло это не критично это я из-за того что воду лучше а тут вообще воды нету а а а а а господа что я съел а ну это это можно так что там критонуло о о этот скин на восточе работает а этот не работает не работает я в сейчас посмотрим насколько эффективна моя башня на как-то так на подставку или хорооо и лучше это остались делаем так делаем многовато у вас мутантики мапсы из дарк из данжена все понатырили отовсюду понатырили но не создатели его создатели современной линейки с всех зомби из старкрафта кашмарка отвратительно смотрится посидел ладно конечно все на толке не был сделан смотрелся гармонично ой-ой-ой немножко у меня урона хватает да нельзя значит так возможно воду подкрыть надо да да не успею наверное не успею так осталось нужно ли остаться надо иметь хорошо ага хорошо вот мы оба проходим да чуть-чуть хватает но здесь уже играет роль того что нету второго человека башен не хватает а у меня уже урона не хватает потому что нужен 80 уровень бумажная пушечка тут расчет под это хотя эти наверно мы не пройдем я не могу дамажить вообще то что 25 волна прошла говорит о том что у меня в конструкции нехватка урона ну да я то точу под убийство босса потому что ну как бы можно меньше башен земли делать можно вместо молнии можно да вместо земли молнии воткнуть но тогда у вас должен быть очень хороший таргетный дамагер или даггер или лучник или маг когда маг можно мол ой нет что то мобы проходят уже все уже все через жепку через жепку потом сколько прошло из-под а 14 угу падет 30 волна будет конечно лучше решать знаете как вот я тоже заговорился и немножко неправильно сделал можно вокруг усиливающей башни грейдить все вот так она максимально свой эффект давала здесь уже нельзя грейдить но нужно но может быть она вот она сейчас не работает вот о чем я говорил я не успел до первого этажа добежать и башня сейчас не работает очень много теряется урона сейчас пробегут вообще можно вот это вот отзеркалить сюда и вот тут и тут воду ставить как бы ну на 80 если ходите так надо делать но боссов вы тогда не убьете зато мобы вообще проходить не будет проходит уже башню слабенько дамажит это что башню слабенько дамажит я слабенько дамажу слабенько помогаю опять защитных слоев да это плохо даже хуже наверное получится чем тогда когда я вам показываю реликтовый материал угу ой 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 ну вот я вот строю а там уже идут как называется я теряю полутажа считаю вот дамаги а тут у нас какие-то контроль что ли да наверно да это 29 вон так и получится ну я по крайней мере вам рассказал показал в отличие от того видоса очень надеюсь что хотя бы звук нормальный будет так-то в общей концепции вот увидите сейчас еще как построено второй этаж точно такой же ну вот эта башня немножко в любом порядке так третий этаж но это только для дуа триа максимум если больше надо точно такую же делать как предыдущие что там урона пока нет будет не хватать и в заградительном ну вот только вот эти вот вот так вот надо делать то есть тут такая же не столько много земли земля она эффективна только когда сказать вот получается сейчас у меня мы бы проходили двадцать пятая волна прошла почему потому что вот так вот но это помогает да сколько там 400 я даже бахнуться не смогу это там там три защитных слоя блин попробуем что терять то башню мне ничего не дадут попробуем бахнуться ну эти я вроде не убиваю вот говорил честно очень в принципе так же получилось а вот этих мобов работает ветер и огонь но ветер и огонь малоэффективен они очень быстрые в этом проблема то что они очень быстрые их никто не замедляет там воды ну которых примораживает вот это прям вообще вот отвращение вызывают любые быстрые мобы да еще и тебя замедляют ну ну что это такое реально какой-то челлендж который у тебя уже пинг горит двадцать девять девятый вон это то что у меня вообще сильно бесит на самом деле потому что это tower defense а тут проверка лугира зачем тут на детство проверка ооо слушайте аааа неплохо вышло очень неплохо вышло ну босса я кстати нет я помню что босса может быть я и могу убить это вон он медленный сразу надо было ааа еще нагреть башню не хватит отлично попробуем что а не попала улежкой ой красиво ой красиво повышением урона не попал ой хорошая бля геодатка вот вот о чем я говорю что будьте аккуратны с ауешками они на пространстве сейчас опять не достал да это вот печально это надо к этому надо присмотреться и понять как она работает будьте аккуратны я скиллы тоже неправильно нажимаю но как как руки нажимают скажем так делаю очень далеко почему-то назад отходит а на тебя дебаф не работает ничего особо не потерял кроме щуки вона не он хотя да был бы не email я смотрю босса не прошел 30 процентов хотя 50 уже должно было быть снят ну да это уже ма волна и кто топ и лифт не хватает все как бы мы его отпускаем он прошел и это game over кстати да вот буквально бы три мапса бы не прошло и было бы 31 волн 30 чуть-чуть получше ошибки тоже да надо как улучшать если у вас жопа ракетная да или как у танка допустим гномовского первое что вы должны улучшить вот эту секцию почему потому что тогда максимально усилится эффект от усиляющей башни соответственно о кстати кажется мне сейчас хватает на вот это я хочу урон по монстрам хочу а игра мне сказала макнись в парашу получи самый бесполезный сад ну ладно что поделать все ребят всем успехов покорение этого данжи до 50 волн очень прикольный как бы развлекуха скажем так в игре контент да я бы его немножко доработал чтобы в нем было комфортнее ходить и участвовать все до новых встреч пока пока пока